Дорожный апгрейд Что еще в планах? Пошли в атаку. В Могилевской области зарегистрировано свыше 100 укусов клещей. Это ушная раковина, затылочная часть головы. Как не испортить прогулку? От Адажу до Аллегро. В Бобруйске прошел республиканский конкурс пианистов. Нам очень интересно, каковы эти дети, что они могут. Кому покорился нотный стан? А также пассивная кампания, сезонное заболевание и ветреный прогноз. На четверг в стране объявлен оранжевый уровень опасности, насколько поднимется столбик термометра. Весеннее преображение. В Бобруйске-Аксиново ведется обновление дорожного покрытия. Сейчас специалисты трудятся на Ульяновской и Железнодорожной. Свежий асфальт появится на Лыньково, Горелико, Джаникидзе и Лесной. Что еще в планах узнала Карина Буревич. Зима выдалась сложной не только для бобруйчан, но и для городских дорог. Нестабильная температура и постоянные перепады с плюса на минус оставили свой след на асфальте. Коммунальные службы взялись за работу. На Ульяновской технике шумит уже не один день. Специалисты трудятся на участке от 50 лет в ЛКСМ до Гагарина. В планах обновить покрытие и заменить дорожный борт, в том числе и на остановках. Этот 850-метровый участок – один из самых больших проектов в 2022-м. Здесь уложат около 2000 тонн асфальтобетона. За качество отвечает ДСУ-16. Бригада по укладке асфальтобетона у нас работает порядка 20 человек вместе с техникой, с автомобилями. Мы планируем эту всю работу закончить в мае месяце. Весенний апгрейд ждет и железнодорожную. Тут уложили почти 900 метров дороги. Сейчас идет замена бортового камня. Отремонтируют покрытие и у двух вокзалов, а также на съезде с путепровода на Крылово. В ближайших планах мы будем выполнять работы по асфальтированию улицы Лыньково на участке от 50 лет в ЛКСМ до улицы Орджоникидзе. Улицу Орджоникидзе саму непосредственно от Минской и до Оранжерейной. А также улицу Горелика, улицу Лесную и второй переулок Чаплыгин. Наносят специалисты и дорожную разметку. Уже обновлена Минская, Урицкого, Кирово, Социалистическая, Интернациональная, Горького. Всего в работе 26,5 тысяч квадратов. К списку добавится Гагарина, 50 лет в ЛКСМ, Сикорского, Батова, Ченгарская. Новыми красками заиграют также пешеходные переходы и велодорожки. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Фактор силы. В городе продолжается отправка новомбранца в войска. Молодые люди, которым к 31 мая исполнится 18, и призывники старших возрастов, в случае, если они не получили персональную повестку, должны прийти на московскую 50 до конца месяца. С собой нужно взять паспорт. Призыву Бобруйске подлежат свыше 1200 человек. Отсрочка призывникам предоставляется на основании статьи 32 Закона Республики Беларусь о воинской обязанности и воинской службе. И она предоставляется по состоянию здоровья призывника, для продолжения образования, по семейному положению, для получения технических специальностей в связи с осуществлением депутатских полномочий. До 16 мая воинские части планируют суммарно набрать 10 тысяч бойцов нового пополнения. С первых дней службы парней ждут ежедневные занятия. Физическая подготовка, практика на полигонах и стрельбищах. Спустя месяц священный ритуал – присяга. Посевная компания, новая цена и целебный напиток. Лесхозы Беларуси заготовили свыше 12 тысяч тонн березового сока. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минздрав больше не публикует суточную статистику по коронавирусу. Данные будут обновляться раз в месяц. Это связано со стабилизацией обстановки. По прогнозам специалистов, к осени ситуация с COVID-19 может измениться кардинально. Заболеваемость будет регистрироваться как ОРВИ и ГРИП. В Беларуси продолжается посевная компания. Аграрии взялись за гречиху и проса. Ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры засеяли в Брестской области на 95% площадей. Чуть отстают Минская, Могилевская и Гродненская. В Витебском и Гомельском регионах работы завершены. В стране поднялась планка максимальных розничных цен на АЗС. Увеличение для каждого вида топлива составило 2 копейки. Литр 92-го стоит 2,22. 95-го и дизеля – 2,32. 98-й обойдется в 2 рубля 54 копейки. Это 11-е повышение в этом году. Лесхозы Беларуси заготовили свыше 12 тысяч тонн березового сока. Показатели выше на 6,5% по сравнению с весной прошлого года. Примерно четверть целебного напитка купили граждане. Оставшаяся часть отправлена на переработку. На четверг в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидаются грозы, местами град. Возможны сильные дожди и усиление ветра до 24 метров в секунду. Столбик термометра максимально поднимется до плюс 29 градусов. Тихая охота. В апреле в Могилевской области зарегистрировано больше 100 случаев укусов клещей. Из них 47 – детей. Ежегодно в регионе к врачам обращаются около 4 тысяч человек. Каждый третий – ребенок. Для побрузка актуальна болезнь – лайма. Только в 2021 зафиксировано 33 случая. Полкообразные в основном концентрируются вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. Одежда должна быть максимально закрытая. Чаще всего клещи детей кусают. Это ушная раковина, затылочная часть головы. Поэтому обязательно, родители, будьте более бдительны. Самое главное – пользоваться репеллентами и защитными средствами. А если все-таки подцепили клеща, обязательно обратитесь к врачу. Запущенный случай может привести к тяжелым и даже печальным последствиям. Гайд для будущих героев. Бобруйск принял зональный этап турнира «Юных спасателей». На соревнования съехались команды из Осипович, Глузка и Кировска. Сборные сражались за путевку на областной слет. Первым медицинскую помощь оказала и наша съемочная группа. Владислава Крестева на слете «Юных спасателей» представляет сборную 28-й школы. За плечами девушки три месяца многочасовых тренировок. Путевку ее команда завоевала на городском чемпионате. Медподготовка проходила. Боевые развертывания, всему этому учили на пожарной части, в медицинском колледже. Боевой настрой. Хочется всех порвать, победить, занять первое место. За звание победителя сражаются пять команд. Бобруйск и район, Осипович и Кировск, Глузк. В программе тест по предмету основы безопасности жизнедеятельности, первая медицинская помощь, сводно-полевое учение, боевое развертывание и стуметровка. Сводно-полевое учение – этап, на котором команды демонстрируют навыки спасения людей на воде во время различных ЧП. Здесь важна не только скорость, но и правильная последовательность действий. Согласно замыслу, произошло обрушение конструкции под завалами человек. Ребятам нужно деблокировать пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и эвакуировать. Слет принимает спортивный комплекс на Гагарина, Бобруйского отдела ПУЧС. По результатам турнира в областной этап пройдут 10 лучших команд со всего Могилевского региона. Соревнования проводят под эгидой Белорусского молодежного общественного объединения спасателей пожарных. Цель организации – это, прежде всего, воспитание гражданина, ответственного с активной гражданской позицией, патриота своей страны и человека, который может действовать в чрезвычайной ситуации, знать, как действовать. Ну и, прежде всего, наверное, самое главное – избегать таких ситуаций. В рядах областной структуры спасателей пожарных больше 20 тысяч ребят. Жизнь у них насыщенная. Ежегодные слеты, спортивные турниры, творческие фестивали. Бобруйчане здесь в авангарде. Местные команды – многократные победители региональных и республиканских состязаний. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Как по нотам, в Бобруйске прошел республиканский конкурс пианистов. Испытание традиционно состоялось на базе Школы искусств имени Оловникова. Приняли участие в нем 145 юных музыкантов со всех уголков страны – от 6 до 19. Как только начинающие постигать основу мастерства, так и учащиеся колледжей. Выступили виртуозы в двух номинациях – соло и фортепиано-ансембль. Конкурс является смотром нашего резерва, наших молодых юных дарований, которые когда-то сменят нас. Нам очень интересно, каковы эти дети, что они могут. И, конечно, мы очень рассчитываем, что некоторые из них, некоторые, а может даже и многие, выберут профессию музыканта. Бобруйск представили 15 солистов и 8 фортепианных ансамблей. К слову, история конкурса началась еще в марте 2016-го. С 2018-го он стал ежегодным. В этот же год появилась возрастная категория «Дебют» для юных исполнителей 6-7 лет. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Рьян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова